Даже по этой статистике, но близок был к победе, но по факту молодец Криштияно, отработал. Ну что, друзья, начинаем следующую игру. У нас счет 3-1. Напоминаю, до 4 побед матч для Аки остался взять просто одну катку. Умил он трог. Наконец-таки уходим от этой карты, от бесплодной земли. Из-за стелса начнет Криштияно. Стелс против Пеха. Ну что, Кришто? Давай, шанс-то хороший, как ни крути. Конечно, Пех тоже сильный генерал, но все же. Стелс и в Африке стелс. Стелс, в принципе, в любом бою имеет хорошие шансы, так что есть шанс у Криштияно. Чуть-чуть откамбэчить и приблизиться к своему оппоненту. 2 сапа от стелса со старта. Да, в принципе, стандарт от Нюка, тоже 2 сапа. Ой, извиняюсь, от Нюка, от Пеха. Теперь у нас Ака играет за Пеха, отменяет Суплэк, кстати. Нет, поближе решил построить. Ну что, филд или завод? Военный завод, без филда. Разбег рабами. Можно, кстати, таксишку занять. Не простаивать подрывниками. Что делает... Ака. Извиняюсь, Криштияно, зачем простаивает? Тут даже 2 должны быть таксишки, да. Можу все быстро сделать. Такси, сел, поехал, дозер поймал. Так, конечно, на словах все это просто, но... На деле далеко все не просто. Посмотрите, какой рабик забегает, а? Ух, как жестко. И здесь какой рабик забегает? Ну, припрятать решил Криштияно. Припрятать под бочком у оппонента. И неужели со старта в третий сап? Ну, слишком нагло. Подрывник тут бегает. Ловить дозер надо, да. Также Ака тоже видит все это дела. Не знаю, как мне кажется, все-таки Криштияно, наверное, сейчас... Уже пошел, кстати, в захват. И нужно бы быстрый, наверное, дворец. Чтобы был быстрее Джарвин Кэлл, быстрее были батл басы. И будет проще с пехом сражаться. Ведь у стелса со старта, кроме квадов-то, нихрена и нету. Квады, ракеечки, это понятно. Ой, хорошо высадил, как пацана! Красиво! А как так дозер-то забрался? Нихрена себе радиус поражения, твою мать! Хорош, Криштияно отработал прямо здесь. Да, хоть и занял позицию пех, но это было красиво очень. И очень опасные норы под боком есть. Очень опасные норы. И лаз дозер. Нужно, конечно, лот дозер сейчас беречь в любом случае. Так, пошел в квады уже стелс. Нет, пока вышку он не торопится занимать. Но пацанами уже подбежал. Ох, спалили пацана, и мы можем сразу обговорить, посмотрите, круто. Хорош, а как? И центр пропаганды от пеха. Ну что? Спалит норку-то, но увидишь, что, конечно, квады вышли от квады, заходят. Но это только полбеды. Остальная беда слева фланга. Кстати, может и супла сюда ставить Криштияно. Ну, двумя авантпостами, да, можно отработать. Через контру он считается вышка, то есть потек успех, что оппонент хочет занять эти вышки. Ведь спалился здесь Ребель, да? Все, в принципе, логично. Рабик дальше побежал. Вот это уже опасней. А если еще где-нибудь здесь норочка построится? У-у-у. Не позавидуя Аке. Так, ну авантпосты наполняются. Это опасно. Где дворец? Да, наконец-таки дворец от глав. В принципе, по таймингу хорош. Нормально Криштияно все успевает. Ну, а пошли два авантпоста в атаку. Вот здесь, в принципе, без ГЦМа кракетчики могут спасти. Могут вполне спасти. Но пока один пацан, конечно, не справится здесь. Как-то так понял, мини-ганеры есть там. Так, очень опасна норочка. Справа пока никто не хочет коробку забирать. Ох, какая пачка! Посмотрите, нас спамил. Но бронированные посты, бронированные посты, с ними, конечно, тяжело. А здесь еще и на пропаганду будут апгрейды, так они еще станут. Более, так сказать, мощнее. Так, ну, лотос уже есть. Будет захватывать свою вышку. Может, было бы это не уничтожать, захватить на самом деле. Ах, как проходят, посмотрите. Ну, конечно, Криштияно все это палят. А, как раз-таки решил Ака завалить вышку, наверное, да, по пути прибрать. Нифига себе, как бьет норку, но это уже, сука, черерство. Хорош, конечно, Ака. Все пути ищет, лишь бы выбить. Хороший выпад. Техничка с одним квадом. Посопал траком. Хорош, Криштияно. Ответ есть, контратаки есть. Только сейчас очнулся пех. И должен понимать прекрасно, что под боком есть не очень приящные вещи. Ох, трехлычковую эту техничку терять, конечно. Ммм, плохо. Лодос отработал, отрубило, молодец. Так, наверное, здесь была минус, но есть еще норы. Причем квады с ракейчиками. Не так просто бы осталось пройти. Плюс уже дворец отстроен. И посмотрите, конечно же, черный рынок для того, чтобы сделать апгрейд на Рокетбаги. И как попал здесь пех неприятно. Хорош, конечно, Криштияно. Как так-то? Минус ЕЦМ, когда я так понял. Минус авантпост. Очень неприятно. Об этих позициях, небось, я не понимает, не знает. Вот сюда бы пару день-то загнать. Или бы тот же батлбас. Ой, дракон прошел! На, я испугался, распродал. Черный рынок, правда, он все равно фальшивый. Мог и не продавать тогда. Ну, хорошо, зашел. Минус должен быть. Единственный завод. Ждется пехота. Красавчик. Как так прошел? И в третье супла играет командный центр от пеха. Ух, причем дозер последний-то в таком месте неприятном. Я бы не сказал неприятным, я бы сказал опасным. Ну, рискует АК, конечно. Но другой страной рискует и отдать эту каточку. А ведь если отдать эту каточку, то... Может быть, все и плохо, и Криштиану может морально подняться. Но сохраняет, молодец, Кришту. Свой дворец. Причем еще и стелсит его. Ух, как. Ну, по экономике, кстати, Криштиану немножко тупит. Здесь бы супла дону поставить или здесь. Ведь дара рядом. Все защищено. Потому что пех уже... Пех-то не парится. Пех в три сапа играет. Еще пошел бы в Айрфилд, на самом деле. Ох, как раз-таки в Айрфилд, как я вспомнил. И в Хеликсы. Так, сопла отстраивается. Наконец-таки третий от Глашника. И какой выпад, посмотрите! Но я считаю, что пех может отбиваться здесь. Хотя, в принципе, всего один ванпост остался. Ну, и то спрятаться решил Криштиану. Но мог додавить-то. Мог додавить. Мог минусануть супла, мог минусануть казарму здесь. Что-то не рискнул, странно. Чего испугался-то? Так, Лотос пошла. Ну, здесь бы норочку поставить, да? А то вдруг Лотос пробежит. И только сейчас отстраивает военный завод Криштиану. Поэтому, наверное, и не пошел в атаку. Решил своими юнитами не рисковать. Так как военного завода нету. И сразу второй военник. Так, ну, экономика, в принципе, да. В три сапа позволяет, согласен. Опять же, черный рынок попытка опять отстроить. Но вот, может, денежку украсть. Или своровать. Суплай, точнее, заставить оппонента его продать. Но уж если оппонент совсем не законтрит, может, конечно, и воровать. Нет, дальше побежал. Куда-то непонятно. А-ка. Нет, будут воровать. Здесь обыграет на здание. Здание стали попрочнее. Перехват пошел. Да ну. Ну, как так-то не продал, господи. Окей. Ну, как по мне, крестьянский ждал, мог сделать выпад. Я понимаю, что рисковал без военного завода. Но, блин. Чем больше тянется, тем лучше для пеха. Ой, посмотрите, дозер-то был с ворон. Как так? Не, не, погоди. Я не понял. Я понял. Твою мать! Какую ошибку допустил крестьян. Да ты прикалываешься. И вот Джармин выбил дозер. А ведь Ака взял и занял тот дозер. Твою мать! Нет. Да, так и получилось. Потому что я другого объяснить не могу, как он получил глашные технологии. Это просто дичь какая-то. Нет, нет, так не могло быть. Просто погодите, а как он мог... Как он мог это сделать? Что он... Что он перехватил-то? Как он мог рабочего? Ай, твою мать! Уже супла захватил! Точно! Супла захватил! Вышла, блин, рабочий! Вот вам и оплошность! Вот вам и непродажа супла! Ёп твою дивизию, а! Но как так? Такое крайне редко увидишь, чтобы китаец захватил глашные технологии. Да обычно всё наоборот. Как? Крестьяну это допустил. Казалось бы. Ха, да ладно, поржали. Захватил супла. Сейчас убьёт его. Он взял раба, выпустил. Каркас отстроил. Супла и всё! Всё! Будь теперь Ака играть! И пехом, и стелсом! Вот это вот прикол! Ну что, для Крестьяна ситуация усложняется. Его оппонент будет теперь иметь два генерала. И как по мне, это вдвойне преимущество. Микс такой лютый просто. Конечно, нужно ещё это всё хорошо контролировать. Ну не знаю. Посмотрите, сколько хеликсов в воздухе! Ой, хеликсов! Мигов! Конечно, мигов! И два филда есть! Потенциально, конечно, сейчас сопех просто... Просто впереди, как по мне, потенциально. Ох, хорошо! Злая толпа. Ну, давится. Плюс миги отрабатывают. Просто непонятно, как они так отработали. И опять же... Минус все сополтраки практически, да. О, норки! А вы прикиньте, что такое авантпосты плюс норки. Вот просто представьте себе, да? Ладно, когда там выпады квадами делаешь. Ну, ты когда-то делаешь мощными постами выпады. Плюс хеликсами ещё прикрываешь. Ёлки-палки, а! Я даже представить боюсь, что сейчас будут скриштьяну. Но он, понятное дело... Возможно, даже ещё и не знает об этом. Как он узнает, да? Но когда увидит первые норки оппонента, он поймётся. Там уже всё зависит только от него. Какое принять решение? Работают миги, но в расход. Хорошо. Опять же, все посты минус. Держится пока крышта. Пока апгрейда нет на рокетбаге. Опять же, миги работают. Сверху опять злая толпа бегает. И уже до супла добрался. Слушайте, неплохо. Поджимает, поджимает стелса. Я уже даже не знаю, как его стелсом называть. Но окей, буду своими словами называть. Как он начал за пехой, знаете, стелс есть стелс. Я понимаю, что тут теперь пеха стелс, но... Как-то так назвать-то даже стрёмно. Жёстко. Так, пошёл арт-удар. Вы представляете, что такое глашник с повышениями китайца? Как раз-таки вот сюда, на эти позиции сейчас придётся. Всё это дело на суплай, на чёрный рынок, да. Так оно и есть. Ух, как неприятно-то, а. Минус два здания. Хотя, может быть, суплай ещё сохранится. Да, суплай выживет. Отстроится заново. Но чёрный рынок минус. Злая толпа работает. Опять же, миги, конечно, это очень хорошее оружие. И я вам скажу, что для Аки... Во-первых, здесь стелс у него мощнее. Он имеет энергию. И для китайца плюс. Китайцу проще отстраивать вторичную экономику. Чёрными рынками, да. Я говорю, то есть Ака сейчас такое преимущество просто имеет. Ужас. Может быть, технически. Хотя и технически. Чё, у него филды работают. Миги летают. Но пока экономически немножко он просел всё-таки, да. А, ну есть уже хакер, посмотрите. Целых шесть штук добывают. Они стелс, ну пеха. Тоже хорошая фича. Тут Джармин отдействовал. И выпад. Пошёл Криштиано. Минус... Ой, точнее, миг выживает. Много очень мигов. Конечно, в расход они уходят, но... По деньгам Аки... Как так-то 10к флуат? Чел! Что это? 10к флуат? У стелса пеха, ё-моё! Это как? Криштиано все свои деньги тратит. Я не понимаю, чьё пошёл налить, что ли? Так, или чё? Хотя вроде мигами летает, электростанта отстраивает. Минки, да? Или просто специально флуатит? Чтобы не тратить прям экономику. Он, вышку может забрать, пропаганду может забрать. А, спамится, спамится вторичка. Ну, причём в таком хорошем месте держит. Молодец, конечно. Джармин работает. Минус Джармин. Ну, кваду весьма опасно. Один трех лучиковый. Посмотрите, всё на своём пути сносят. И я вам скажу, не всё однозначно. Ведь Криштиано действует. Ака просто не особо свои деньги тратит. И Криштиано пока бурит его базу. Несмотря на то, что у соперника микс. По вторичке раз рынок. Всё, раз рынок. Старичка у пеха лучше. Так, не крути. Ух ты, какие злые. А я думал, всё, ГГ идёт. Два вон поста, что его рубили? Нифига себе. Ну, выбил бы казарму. То, что добить-то оставалось. Плюс крапики подобрать, блин. Не, трёхлучковый парень здесь может справляться вообще. Сейчас поддержка, конечно, союзниками. Ещё квады с рокетбагами. Ну, вот они и пролетели. Блюстители воздушного порядка, блин. Жёстко. Опять потерял много Криштиано. Да, какая же интересная игра. Но на самом деле уже пятая игра. И она опять же интересна. Все игры в исполнении этих ребят, они просто суперские. Мне очень нравится. И, кстати, победитель этой пары выходит на фаргу. Вот там-то будет жесть, друзья. Ай, больно. Ну, если не ошибаюсь. Вроде бы на фаргу. Должны выходить. Так. Отбивается тут Ака. Ну, тут суплава, коробочек уже нет, добывать нечего. Но вот норочку нужно почистить опасно. Да уж, чё по деньгам. Всё потратил, наконец-то. Лотос бегает. Лотос много норок. Норки, я вам напоминаю, палец невидимый юнитов. В частности, лотоса. То есть, чем больше норок, тем больше ты предохраняешься. Этой. Хотел бы на букву С начать с окончанием К, но... Это будет немножко некультурно. Назовём её просто девочка. Ну что, давай, надо бурить, бурить, бурить дальше. Вот сейчас такой потенциал, конечно, упеха жёсткий. Ещё дворец отстроил. Чё же стесняться-то? И пошёл батлбас. Мёё зовут есть. Даже квады спамятся, посмотрите. Есть ракеечки. Повторички есть преимущество некое. То есть, Криштиянов, в принципе, потерян, скажем так. Он просто все свои войска постоянно бросает. Ну, зачем вот Джармин так сливать? Ну, окей, выбил один пост. Уже неплохо. У тебя пехота высаживается. Джармин, конечно, здесь... Ой, какой кэш-баунти. Не забываем, что у Глашника есть кэш-баунти. То есть, любой уничтоженный юнит... Это копеечка в кошелёк. Это, конечно, круто. Опять пачка мигов, опять всё плохо. Ай, больно как. Ну, Джармин в этой войне выживает. Причём даже очень прикольно смотрится. И там по нему попали, и там по нему, и там, блин, попал. Но как он справляется? Ещё и лычку заработал. Молодец. Джармин и Ефрейдер. Ну что? Опять пропаганду отстраивает китаец. Уже 18-та минута игры. Наконец-таки продолжает Криштиан устроить вторичную экономику. Да уж. Ну и игра, ну и катка. Ну, слушайте, по сути, это даже может быть потенциальным ещё одним топ-реплеем. Было такое, что в одном матче было два топ-реплея. Да, но... Ещё матч, причём второй подряд такой иметь. Это было бы жёстко. Это было бы... Ну, вот сам факт того, что ПЕК захватил глажные технологии, это, как по мне, просто, ну, эпик. Это классно. Это реально классно смотрится. Это интересно. Это не всегда увидишь. Арт-удар пошёл. Плюс Миги сейчас ещё добавят в панаре. Да. Плюс ещё и ковровочка. Всё по суплаю, всё по суплаю. Но он должен опять выживать. Так, а нет, всё, минус. И Рабиков отвёл. Но тут Криштиану молодец. Законтрил хоть какой-то момент. Отстраивать суплай. Тут коробочки нужно собирать. Денежки ещё, конечно, в них есть. 3-400. 3-700. И 1200 норки чистится. Но окупится суплай. По экономике, конечно, стелс чувствует себя. Чистый стелс. Я не про того. Не про смешанные там какие-то вот эти породы, да, которые сейчас присутствуют на карте. Именно про чистого, чистокровного стелса. Чувствует себя, конечно, в экономическом плане сейчас плоховато. Пришли посты чистить. Распродаётся чёрный рынок. Ну, здесь можно, в принципе, всё распродавать. Да, то есть, зажимает всё-таки Ака. Постепенно своего оппонента зажимает. Да, но если Ака, в принципе, имеет преимущество, то он его использует. В отличие от Криштиану, когда он имел его. И дворец, посмотрите. Отметиса. Буду его метисом звать. Кто не знает, метис это, типа, умесь. По роду, там, дворняга, можно. По-нашему. Дворец, а дворняги, не в обиду ему. Я в хорошем смысле слова. Да. Классно. Ну что, безэкономическая ситуация. Ну, хоть одна вышка есть у стелса. У Пеха есть уже двухлучковых хакера. Тоже деньги есть. То есть, да, по экономике, как бы, немножко всё-таки впереди. Пех, как мне кажется-то. Ладно, идут в нору, чё там. Ну, там такой спамчик хорош, ещё рокетбаги. Выступают. Пошла 21-ая минута игры. Уже, конечно, не так всё активно, так как по экономике не всё круто. Но, вот, посмотрите, какой кэшбаунтик. Хоть и нету большой вторичной экономики угла, но кэшбаунтик против Пеха сумасшедший. Сколько Пех теряет пехота, сколько даёт оппоненту денег. В этом плане, да. Есть. Есть. У Криштиана небольшое преимущество. Ведь у дворняги, у АК, у него нету кэшбаунтик, несмотря на то, что он играется влашником. Всё же, по уши у него только китайские. А то это совсем имбово было бы ещё по уши ними завладеть. Как жгутся здания, а? Здесь, кстати, ещё коробочки на карте остались. Пошла ковровочка по рынку. Ну, уже срочно чинить. Чинить вторичную экономику, два рынка есть. Ой, как по Гильбер работа неприятно. Да, ну, молодцы бойцы, они оба до конца реально сражаются, никто заранее не сдаётся. И это мне очень нравится, это очень смотрится эпичненько. Опять какая пачка мига в воздухе. Да, ну, ну застелсил, хорош. Криштиану застелсил. Просто так здесь мигами отработаешь на изи. Так, взял ремонтную площадку себе АК. Ак. Сильно, однако, сильно. И как по мне, мне кажется, что это, друзья, наверное, даже шанс стать самым длинным матчем. Пока в этом турнире. Ой-ёй-ёй. Пока рекорд записи, это когда играли Google. С кем он играл-то, Google? С-с-с-с-с... С Карро, да? С Карро. Сураком это Карро. Вот там час тридцать шесть была запись. Здесь уже... Игра идёт у нас запись час двадцать шесть. То есть реальный шанс у Криштиана. Так вот, Криштиану нужно не слиться. Тогда он подарит. Какие-то рекорды генеральские у нас. Турнирные. На этом World of Tiresi. Напоминаю, что самый, в принципе, самый важный, самый лютый турнир. Призовой фонд составляет 450 баксов. Это немаленькая сумма, ребят. Там вроде за первое место 220, за второе что-то 120 вроде бы. Или что-то в этом вроде. И за третье место вроде бы 50 баксов. Если не ошибаюсь. И плюс ещё 25 баксов дополнительно дают тому, кто пройдёт два раунда и сыграет все матчи в сроки, не считая победителей. То есть такие расклады. Интересно очень. Есть за что бы побороться, да, денежно? Ох, Суплай отстраивает. Молодец, молодец, Метис, красавчик. Так, отстраивает Суплай. Но здесь уже подходит Криштиану, посмотрите. Сразу чистит позиция. Я понимаю, какое давление на Криштиану. На него давит и счёт. На него давит и дворняга, блин. Пех плюс стелс. На него всё сейчас давит. На него и миги давят, на него и китайские повышения давят. Но не сдаётся, он молодец. Пока как бы рубится. Уже 24 минуты игры. И пошли повышения. Но, мне кажется, тут, наверное, дворец, да? И здесь на чёрный рынок. Чёрный рынок восстановится. Дворец не минус. Нужно срочно его чинить. Пять пачек мигов такая. Ну, тут, пацаны, стелсные. Так просто не доберёшься. Суплай не выбили. Айда соберёт Ака. Айда соберёт. Нет, пошёл чистить. И вот миги должны быть наготове в этот момент. Трёхлучковые хакера. Ужас. Ужас, конечно, для стелса. Чистокровного. Ну, чё-то миги стоят. Полетели. Причём, куда-то непонятно, куда они полетели-то. Нет, не полетели. И отступает сразу. То есть, боится Криштиан. Он боится, что миги прилетят. Но распродаёт суплай. Блин, ну ему чё, ранг не нужен? Чё он стоит-то? Какую пачку мог забрать, блин? Непонятно, как по мне. Так, ну отстраиваться. Это был уничтожен рынок, который отстраивается. Четвёртый, кстати, неплохая. У Криштиана уже вторичная экономика. На фоне-то. Ох, рабочий сел на мотик. Одолжил у Ребеля. Посмотрите, да, тут так можно делать, кто не в курсе. Здесь во всяких модах можно просто рабочего выпускать, да? На мотике. Ай, неприятно. То здесь можно просто слезть Ребелю и одолжить. В мотоцикл Рабику. Решил, ну не успеешь ты дворец завалить. Не успеешь, конечно же, починил областера. Вот он област сразу, по-моему, не заюзал. Прилетел, поджёг всё. Ну как-то, опять же Ака в этом моменте даже, ну, хоть так, в суплай наглый. Здесь уже есть квады. Как по мне, и Ака мог уже, в принципе-то, брать эту катку, ну, с таким, да, преимуществом. Ну что, он как-то тормознутого сейчас сейчас строит, честное слово. И мы уже блинёмся к полчасовой игре, друзья. Извиняюсь. Да, в расход пошёл аванпост. Но здесь две норы прикрывают, хорошо. Ох, лотос, ох, можно забирать прям с горы. Ох, можно забирать. А ведь палец, палец должен Криштиану понимать. Где-то чёрный лотос, нужно подвигаться, наверное, своим радаром-то. Опять Рабик сел. Куда он хочет заехать? Мне кажется, он куда-то сюда приехать хочет, да? Нет, решил мигами отработать. Я не думаю, что сожгётся. Хотя, ну, слушайте. Да, не сжигается такое дело. И пацан приехал. Можно было ещё под скрамбль его взять. Было бы вообще круто. Ох, и ковровочкой. Ну, вот это да, это хорошо. Минус дворец есть глажнику стелсу. Но ведь стелс готовит. Посмотрите, какие опасные позиции под боком. Хотя, в принципе, вайскат у него всё, что есть здесь, да? Этот суплав уже, в принципе, здесь не нужен. Но если только, опять же, опасные позиции под боком у стелса построить. И лотос, конечно, блин, работает. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Чёрный рынок надо распродать. Ещё бы вышку захватил. Так, нужно действовать квадом. Есть радар, полез. Кват есть стелсный, причём квад. Но всё равно лотос его увидит. Да, он полез тоже. И пошёл выпад. Причём Акота переключился полностью на юниты наземные. Глашника, не авантпосты. Ох, какая пачка большая за стелсу. Вы посмотрите. Опасно может быть. Но сейчас опасно на базе. У чистокровного стелса. Ах, отрубила по... Отрубила радар, девочка. Ну, на мины сейчас напрётся, конечно. Вау. О, здесь есть мины. Ну, как тут обошёл. Молодец. А здесь напоролся. Ставит себе моя Криштияно. Но на базе большие проблемы. Да, нужно завести войска. Отбиться, конечно же. Конечно же нужно отбиться. Хэшбаунти сумасшедший. 4к флуата. У Криштияно. У Криштияно, конечно, в этом плане по экономике всё хорошо. Ой, пошли миги в расход. Ой-ей-ей-ей-ей-ей. Хорош, Кришто. Хорош. Ищет 3-х лучковые пацаны сохранились. Эй, под огонёк-то не пускай. Да. Ну, вот можно контровыпады делать. А ведь, когда будет 5-й ранг, у Стелса уже будет скрытые атаки. Это можно будет отрывать норочку в любом месте. Мгновенно. И тогда могут страдать 2 филда, в принципе. Но мне кажется, что Криштияно этого и ждёт. Потому что так-то... А вот как раз-таки 5-й ранг, друзья, таксишка. Куда, интересно? Куда таксишка? Дал мигами ранг. А, ко своему опаненту дал мигами ранг. Ага, прям на филды. Ну, до этого филды не достанет. Как раз-таки здесь 4 мига сидят. Здесь-то никого и не было. То есть не угадал Криштияно в этом плане. Но дозер минус заберётся. Лотос тоже. Нет, лотос выживает. На грани прям ползала. Так. Ребеля высадка стелсная. Вот сюда, конечно, спалить бы эти позиции. Повыбивать хакеров вот так. Где стреляют, пацаны? А вот и скрытая атака, твою мать! А вот и оно! А вот и скрытая атака. Тридцатая минута игры. Выпад сразу! Повышение! Мины! Нет пятой рангами бомбы. Ну, какой молодец Криштияно. Как успел спрятать войска. Ну, молочина прям. Ну, как он врубился в игру, а? Казалось бы, да всё потеряно. Ух, какие норы под боком. И дворец отстроил. И да, получает на базе. Но, блин, как он сейчас действует. Молодец, прям, а? Мне нравится, красиво. Ведь будут ещё такие выпады, да? Нужно готовить. Артудар пошёл. И кое-какая вторичка имеется. Вышка имеется. Артудар. Но я так понял, вот эти позиции. Заминусовать чёрный рынок, казарму. Ещё один. Но до этого рынка, наверное, вряд ли дотянет. Хотя, арабикот может цепануть. Но сейчас посмотрим. Какой будет ущерб. Да! Ой-ёй-ёй, неприятно. Даже минус два чёрных рынка. Но этот не достроился. Минус казарма. Много квадов. Конечно, много квадов. Ох, не утели повышение. Это что было? А, это вот сюда минки как раз таки ставились. Ну, тогда всё нормально. Всё долетело. Перехват? Нет, не удастся. Это так просто. Под боком опаснора. Трёхлычковый скрапленный квад. Ну, для него это вообще изи нора. Ай-яй-яй. Вот не хотелось бы терять таких пацанов-то. Да, нужно отступать. Тут ещё много квадов. Двухлычковых даже. Три штуки целых. Постойте, ещё и скрапленных. Ещё и стелсных. Ох, какая нора. Это как так? А, раб стелсный. Ну и нора. И как? Как радар на грани просто стоит? Пошёл в пуш слева. Но какой смысл эти позиции выбивать? Хотя здесь можно и выпад поучить в любой момент. Может быть и правильно. Но нельзя терять юниты. Нужно для атаки оставить, конечно, стелсу. А то атаки будут от метиза. Так, спалилась нора. Экстренно спалилась нора. И в этот момент можно забирать эту нору, мне кажется. Пока здесь занимается Ака делами. И посмотрите. Скат-шторм. Причём скат-шторм не открешите. Оно нахрена. Скат-шторм от Ака пошёл. Оно нара какая под богом. Ой, сколько юнитов. Есть 4 мега в воздухе. Так, ковровочка, ковровочка. Вот это опасненько. Я думаю, на нару сейчас приземлиться. И пацан будет некуда прятаться. Вот эти... Ой, как неприятно-то, да куда ты? Ну, успел. Ладно, один квад потерял. Очень хорошо легла ковровка для Криштияну. Ну, ты чё, забыл про мины, бро? Как так-то? Здесь, кстати, всё разминировал. Наверное, даже рабом разминировал. И в этот момент всё увидел. Да, маяк ставите Криштияну. Опять скрытая атака. Где? Где? А где? А, это... А, вот она, сверху. Ой, миги в расход. Ой, как хорошо. Ну что, пошла опять атака. Криштияну атакует. Теряет очень много. Я бы сказал, даже больше потерял, чем Ака, к сожалению, для Криштияну. Нет. Ещё пачка. Вот здесь теперь Ака. Сассандрию делает. Посмотрите, трёхлучковые пацаны. Три трёхлучковых квада. Сколько скраба нужно подбирать? А и тут работает, работает артиллерийская платформа. Тридцать три минуты позади. И какой выпад делает Криштияну? Твою дивизию. Кому не нравится эта фраза, я всего лишь один раз её только сказал. Так что давайте без кукарекания в комментариях и продавливать. Припух. Хорош, хорош. Я уже всё. Зарывал, зарывал, зарывал надежды Криштияну. Ну что он делает? Твою ж. Хорош. Ещё можно и захват пойти. Да, Криштова. Молодчина. Какой камбэч ещё. И не только в этой игре, но и в матче в целом. Проигрывая 3-0. Имеет шансы на счёт 3-2. Но пока ещё не подавлен Ака. Экономика есть. Правда, по юнитам всё плохо. Плюс. Скатшторм нужно, конечно, выносить сейчас. И есть вторичка. Нужно спамить, спамить, спамить. Добавлять нужно, добавлять. Нара хорошая. Добавлять нужно. Пошёл перехват Скатшторма. Только продавать остаётся его. Только продавать. Хотя, не знаю, аванпост давить может здесь? Наверное, может. Да, может аванпост давить. Красавчик Ака. И команда центра в расход. Сейчас лишь бы не повышение. Китайцы как раз таки они пошли. Мины. Окей. Хоть не Эми Бомба повезло. Да. Какой финал. Ты катки 35 минут почти позади. Минус командный центр, твою мать. Хорош. 200 баксов получил кэш-баунти. Лютый трёхлочковый квад. Что он делает? Какие деньги у Аки? Просто кэш-баунти. Одна атака. Сумасшедшие бабки для стелса. И он успел на спамить. Сейчас опять будет выпад. Правда, назад пацанов заводят. Возможно, где-то ещё будет скрытая атака. Продаётся Айрфилд. Да, Кришьяну. Ну что ты делаешь, родной? Да, скрытая атака прям в сердце базы китайца. Несмотря на то, что Ака завладел технологиями Глашника, юзал их очень активно, токсо-бомба, Кришьяну просто всю волю в кулачище собрал. Если бы не та обидная игра, где он проиграл Эйру, счёт был бы уже совсем другим. Счёт был бы в его пользу. Вот так, друзья, такая ирония. Хорош Кришьяну. 3-2. Просто мощно. И как по мне, это очень топовый реплей. Опять же, два топ реплея за матч уже есть. Но просто что-то невообразимое. По деньгам Аку опередил своего оппонента. По юнитам опередил, так как тоже имел своё дело в Глашных... Аккуратно.